Начну я с Лаврова, нашу сегодняшнюю беседу, с его последнего заявления о том, что в Пентагоне угрожают убить Путина, могут нанести по Кремлю обезглавливающий удар. Многие эксперты, нужно отметить об этом, давно говорили, Салливан напрямую намекал, Байден не напрямую намекал, Ходжес говорил об этом. С чего вдруг, как вы думаете, в Кремле сейчас это признали открыто и даже начали жаловаться? Ну, на самом деле, трудно сказать, почему именно сейчас. Я думаю, что вот это вот, что называется, последняя возможность, последние ресурсы – это ядерный шантаж, которым Кремль периодически забавляется. Ну, и в ответ на это действительно, в общем-то, единственное, что можно сказать, что, в общем, если Путин будет пытаться каким-то образом все-таки размахивать ядерной заточкой, то в ответ на это он будет просто уничтожен. Это с достаточной степенью внятности было сказано, и вот на это возникла вот такая вот реакция, что Путина вроде как собираются убить. Хотя никто его вроде бы убивать не собирается, но просто ему объясняют, что если он соберется устроить ядерный апокалипсис, то первым в этом огне сгорит он сам. Ну, на это вот такая вот истеричная реакция. А как вы думаете, напрямую Путин лично уже такое предупреждение получал от наших западных партнеров? Думаю, да. Ну, вот интересно, тогда картина вырисовывается. Путин перед началом войны поручал Кадырову, его частной армии, физически устранить Зеленского, проникнуть в правительственный квартал Киева. И сейчас Путин сам получает, ну, как бы вот эту черную метку от западных стран. Ну, я думаю, что это не симметричная вещь, это все-таки разные вещи. Одно дело... Это улыбка истории, наверное, какая-то. Ну, может быть, да, можно и так считать, но это абсолютно не симметричная вещь. Это все-таки в одном случае это действительно попытка совершенно несанкционированного уничтожения главы государства иностранного. А в другом случае это ответное движение в ответ на действительно размахивание ядерной заточкой и, в общем, на попытке уничтожить весь мир. Вот согласитесь, это разные вещи. Ну, в принципе, мир уже знает устранение физическое глав государств, помнить того же Каддафи. Как вы считаете, на сегодняшний день Путин уже себе заработал на смертный приговор в глазах лидеров демократических государств? Думаю, что нет. Думаю, что на сегодняшний момент все-таки существует какая-то иллюзия у... Понимаете, я не знаю, что такое лидеры демократических государств. Это разные очень люди. Я думаю, что все-таки на сегодняшний момент какая-то иллюзия возможности... Диалога с Путиным существует. Очень тяжело расстаются западные страны с такими иллюзиями. И все-таки разница между, скажем, Каддафи и Путиным, она существует. Потому что Каддафи – это экзотическое такое существо было, которое в шатре постоянно ночевал, выглядел не по-европейски. А Путин, он в костюме, он с галстуком, он внешне похож на такого европейского лидера. Поэтому к нему остаточное вот такое отношение как к европейскому лидеру, как к одному из таких людей, с которыми они сидели за одним столом и разговаривали. Я думаю, что такие иллюзии по-прежнему есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова